Биология кормит, биология лечит. Форум биотехнологии OpenBIO открылся в Кольцово. Около полутора тысяч участников из разных стран и регионов России поделятся достижениями и обсудят важные проблемы биологических наук. Обновление команды. Десять новых спортсменов появилось в команде баскетбольного клуба Новосибирск. Обновленный состав игроков представили руководители спорта Новосибирской области. Не в тайге, а в городе. Бобры поселились в городском микрорайоне и отстаивают свое место под солнцем. Как себя чувствуют таежные животные в городских условиях. А теперь об этих и других темах. 11-й российский форум биотехнологии OpenBIO 2024 начал свою работу в Наукограде Кольцово под Новосибирском. На ежегодном отраслевом комплексе мероприятий, посвященных развитию технологий в сфере наук о жизни, побывала и наша съемочная группа. Обеспечение технологической независимости России, развитие Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны и улучшение жизни нас всех. Именно такие задачи ставит форум OpenBIO 2024. В этом году можем похвастаться новой секцией в нашей научной конференции. Это фундаментальная медицина. И вообще медицина, вопросы здоровья стали, можно сказать, центральными в этом году. Например, у нас есть секция авиационная медицина, где мы будем разговаривать о том, как вообще оказывать медицинскую помощь на борту, какие есть для этого правовые основания, потому что не так просто помочь человеку, даже когда врач находится в самолете. По итогу обсуждения этого вопроса участники создадут резолюцию с конкретными предложениями. И, конечно, куда без импортозамещения, актуального буквально во всех сферах нашей жизни. Одна из них – это такой интересный рынок, как рынок продукции на основе бактерий. Это могут быть пробиотики, функциональное питание, различные кефирчики и все прочее, где есть зависимость от заквасок. Сейчас хороший период для нашей страны, когда мы можем импортозаместить ушедших с рынка крупных игроков. Как выяснилось, зависимость была колоссальная. И подобная зависимость была во многих наукоемких сферах производства. Компания «Химмет» поставляет на российский рынок лабораторное оборудование и химические реактивы, как зарубежного, так и собственного изготовления. Говорят, к санкционному давлению адаптировались. Мы приспособились работать в сегодняшних условиях. И мы поддерживаем еще российских производителей. То есть мы не только поставляем импортную продукцию, параллельный импорт, он остается. И плюс еще у нас есть в разработке, вот именно у «Химеда» есть в разработке оборудование, которое должно скоро выйти. Препараты для здоровья, которые, по мнению разработчика-производителя, могут повышать качество жизни, изготавливаются тоже из отечественного сырья. Сегодня с нами участвуют одни из наших партнеров. Это «Эволюция природы». Они занимаются разработкой РНК-препаратов и клеточных концентратов растений. То есть они обрабатывают большое количество трав до состояния мелкодисперсного порошка и раскрывают все содержимое клетки. Учитывая, что на форуме биотехнологий OpenBio 2024 зарегистрировалось более полутора тысяч участников из 58 регионов России и 13 государств, интересного будет много. Встреча в различных форматах представителя бизнеса, науки и власти, доклады ведущих ученых и лекций по биоинформатике, биофизике, молекулярной биологии, мастер-классы и даже симпозиум по вирусологии – все это должно способствовать более эффективному внедрению научных разработок в нашу повседневную жизнь. Оказывается, что в Новосибирске прямо по соседству с городскими кварталами можно встретить уголки настоящей живой природы. Мы побывали в одном из таких мест и сейчас расскажем, кого там можно встретить. Уткам, что почти круглогодично плещутся в протоке, протекающие по микрорайону шлюз, его жители давно привыкли. Этих водоплавающих здесь любят и подкармливают. Но оказывается, здесь можно встретить и более редких птиц. Проходил мимо, смотрю, что-то ярко-синее, ну как-то необычно, как похоже на попугая же, он такой яркий. Я смотрю, летает, ну подошел поближе, смотрю зимородок. Смотрю один, потом второй, значит парочка, значит где-то здесь обосновались. Ну и потом я, к сожалению, не успел снять, как в клюве он рыбку держит. Если живет в России легендарная синяя птица, то это, конечно, зимородок. По яркости своего оперения он больше похож на птицу из тропиков, куда, кстати, улетает на зимовку. Если говорить об обитателях жарких стран, то только здесь, на шлюзе, можно встретить гигантскую виноградную улитку. Винограда нет, а улитки есть. А еще, что совсем удивительно, здесь в окружении девяти этажек живут бобры, животное, внесенное в Красную книгу России. Прошел, вдруг смотрю, куда плывет. Ну, подумал поначалу, что это выдра, потому что оказался бобренок. А потом, смотрю, крупный бобр. Выяснилось, что здесь вроде как была бобриха с двумя бобрятами. Но, к сожалению, разгорелся здесь скандал на шлюзе, так понял. Здесь большинство людей хотят, чтобы бобр был, ну, и приятно смотреть. Но нашлись люди, которые категорически против и начали чинить ему, скажем так, препятствия. Житель соседнего дома Сергея ничего против бобров не имеет. Напротив, часто за ними наблюдает. Поэтому и становился свидетелем борьбы людей с бобрами. Двоих я точно видел, сейчас вот одна осталась. Ну, говорят, еще в начале лета два маленьких было с ними. Раньше она всегда заплывала туда-куда-то. Потом трактор там поработал. Сейчас бог его знает, где она. Плотину вот здесь делала, раньше они делали. Ее сломают. Сейчас она стала делать в трубе прям. Только разломают, они опять трудятся. Война идет, вот, там куча, трактор прям приезжал, тут все сгребал и плотину и все. Но она все равно работает. Конечно, боберы животное беспокойное, хотя и абсолютный вегетарианец. Роет норы, подгрызает деревья, строит из них плотины, поддерживая во многих случаях водный баланс водоема, но мешая людям, ответственным за содержание реки или, в данном случае, протоки. Однако вред, ими причиняемые, слегка и компенсируется возможностью наблюдать этих редких животных в естественных условиях прямо в своем микрорайоне. Ведь обычно этот зверь обитатель глухой тайги. И надо бы срочно найти условия для совместного с ним обитания. Вот такой вот уголок живой природы рядом, где люди могут и школьники, и дети увидеть реально живую природу. Очень трудно, скажем так, приучить детей к любви к природе, если эту природу никогда не любить и не видеть. А здесь очень много школьников любят, приходят, фотографируют. Такой уголок мог бы стать местом протяжения людей не только из Новосибирска. Только надо это делать срочно, пока бобры совсем не обиделись и не ушли окончательно в тайгу. Что в первую очередь приходит на ум при словосочетании «императорский двор»? Балы, дворцы, музыка, конечно, царская охота, красивые лошади и кареты. Наверное, так оно и есть. Увидеть частичку этого мира можно на выставке «Государственный Эрмитаж», парадный выезд императорского двора, которая открылась в художественном музее. О том, как жил императорский двор, написано немало книг и поставлено множество фильмов и спектаклей. Все регламенты и обычаи, которые вел Петр I, стали не простым заимствованием жизни европейских королевских дворов, а собственным императорским образом жизни с русским шиком. Мы знаем, что императорский двор был когда-то основан Петром I, когда он брал пример с Европы и хотел, чтобы у нас был такой же императорский двор и даже чуть-чуть лучше, что очень по-русски. И вот, собственно, те каноны, которые были когда-то заложены, это и ритуалы, и различные регламенты, мероприятия, конечно, церемонии коронации, церемонии траурных прощаний, охота, спортивные состязания. Вот все это и составляло, скажем так, основу именно регламента императорского двора. Неожиданно, что главными героями этой выставки стали не члены императорской семьи, а кони. Ведь без них невозможно совершить парадный выезд или прощальную церемонию. Отправиться в военный поход, на охоту или просто на прогулку. О том, какие породы лошадей были в царских конюшнях, какие сбруи и седла изготавливали шорные мастера, для того, чтобы соответствовать статусу царского выезда, можно узнать на этой выставке. Здесь есть парадные портреты. Есть портреты, написанные в английском классическом стиле, и масштабные интерьерные вещи, которые тематически связаны с лошадьми. Представлено и очень много одежды. Например, одежда кучера Николая Второго. Вот также за моей спиной вот здесь личное седло Екатерины Второй. То есть совершенно уникальные вещи. На выставке представлено более 170 предметов. Выставка масштабная, сложная, емкая. В период работы первых трех дней выставки в музее проходила программа «Дни Эрмитажа в музее». Эта программа включала лекции, встречи, кинопоказы, которые были посвящены Эрмитажу. На них выступали сотрудники музея из Санкт-Петербурга. Сейчас работу продолжают экскурсоводы нашего художественного музея. Специально к выставке наша команда подготовила сопроводительную программу. Мы это делаем всегда, разрабатываем заранее. И у тех гостей, кто придет к нам в музей, кто захочет не просто познакомиться с выставкой, но и прослушать экскурсию от наших просветителей, есть возможность каждый день в 13-18 часов присоединиться к групповым экскурсиям. А в выходные дни эти экскурсии будут проходить три раза. До 25 января у горожан, жителей Новосибирской области и гостей города будет уникальная возможность увидеть экспонаты Эрмитажа и получить впечатление, не уступающие тем, что вы могли бы получить, посетив этот музей в Санкт-Петербурге. Дни культуры Республики Беларусь пройдут в Новосибирске с 26 по 29 сентября. Для горожан и гостей города торговые ряды развернет традиционная, уже седьмая по счету ярмарка белорусских товаров. Она станет самым массовым событием в рамках визита белорусов. Торговля будет идти с 27 сентября по 6 октября. В ярмарке примут участие 18 предприятий. В торговых рядах выставят мясные белорусские деликатесы, сгущенное молоко, белорусские разносолы, а также меховые, трикотажные и швейные изделия, косметические товары. Ярмарка будет работать на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Крывеческого музея, по адресу Красный проспект 25, с 10 часов до 19.00. Обновленный состав баскетбольного клуба Новосибирск презентовали широкой общественности. На встрече по этому поводу с руководством клуба, тренерами и игроками побывала наша съемочная группа и узнала, какие задачи руководители ставят перед командой. Мужская команда баскетбольного клуба Новосибирска заметно обновилась. В этом сезоне появилось 10 новых игроков. Их и представили общественности, и вручили спортсменам их именные майки. Новосибирск, он вообще город олимпийских победителей, город ярких достижений, в том числе и среди команд мастеров. Поэтому, мне кажется, с обновленным составом нам по силам биться за призы, несколько повыше подняться, нежели в прошлом году, а мы с удовольствием вас будем поддерживать и болеть за нашу команду. Уже в первых числах октября клуб начнет очередной спортивный сезон. Поэтому пожелания новому составу команды касались именно результатов, на которые он, по мнению большинства присутствующих, вполне способен. Хочется пожелать, чтобы всегда у вас были полные трибуны, качественно болеющих болельщиков, чтобы трибуны были заполнены, всегда вас поддерживали. Это вселяло в вас дополнительные силы, и вы уверенно побеждали и уверенно вышли в финал чемпионата этого года. Прошлый год успешным для команды не назовешь. Однако, чем это не мотивация на успешную игру в этом сезоне? Последние медали у нас были в 2019 году. Это был Кубок России. Пять лет получается Новосибирск без медали. Можно сказать так, что пятилетку свою мы без медали отработали. Но в этом году желаю всем вам, всем нам вернее, все-таки порадовать наших болельщиков и пройти вот эту вот стадию, одну четвертую, о которой мы уже в второй или третий год запинаемся, не можем дальше выйти. Главный тренер баскетбольного клуба Новосибирск, на которого возлагают как большие надежды, так и почти полную ответственность за результат в своих прогнозах был сдержан. Результатами комплектации на 100% нельзя быть доволен всегда, но 90-95% тех, кого мы хотели видеть в команде, мы увидели. Да, в этом году команда собралась, я считаю, боеспособная. Есть как возрастные игроки, среднего звена по возрасту, я имею в виду, и молодые в плане спортивного мастерства. Посмотреть первую игру обновленной команды можно будет на предсезонном турнире памяти первого генерального директора клуба Новосибирск, заслуженного мастера спорта Сергея Бабкова, который пройдет в спорткомплексе «Север» с 26 по 28 сентября. Чемпионат же Суперлиги стартует 8 октября. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости на сайте www.nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Продолжение следует...